Ежегодно в России более полутора миллионов человек нуждаются в переливании крови. Кровь и ее компоненты необходимы пациентам с тяжелыми онкогематологическими заболеваниями, женщинам в послеродовом периоде, пациентам, попавшим в дорожно-транспортные происшествия. К переливанию крови перебегают как к последнему средству, когда жизнь человека висит буквально на волоске. При этом для донора процедура сдачи крови совершенно безболезненна, а в некоторых случаях и полезна. После процедуры кроводачи мы особенно смотрим за новичками. Те кадровые доноры, которые у нас приходят раз от разу, и много очень почетных доноров у нас даже сегодня, это те, кто стал больше 40 раз кровью или 60 раз плазмой. Они, как правило, чувствуют себя очень хорошо, они адаптированы к кроводаче. Сама кроводача, она стимулирует организм. С улицы людей на кровоотдачу не берут. Все желающие сначала записываются. В течение месяца медики собирают данные о потенциальном доноре. Его историю болезни, не стоит ли он на учете в психдиспансерии, не находится ли в контакте с инфекционным больным. После чего приглашают на процедуру. После регистрации донора направляют на анализ крови из пальца, проверяют уровень гемоглобина, а затем на медосмотр. Отмечается это медицинская карта и отправляется на завтрак. У нас в соседней комнате здесь происходит завтрак. В завтрак входит у нас чай, печенье, сахар. Это профилактика омарка, она считается обязательной в нашей стране. После того, когда попьет чай, отправляется в операционную же. В операционной проводят не больше пяти или десяти минут. Ежегодно в нашем городе сдают кровь до 600 саровчан. Многие приходят не один раз. Общее число донаций за 12 месяцев в среднем составляет 1500. Путь к донорству у каждого из этих людей свой. Юлия Юдина поделилась с нами своей историей. Впервые сдавала кровь для своего сына в Нижнем Новгороде. В Большом центре, в пункте проливания крови. И получилось так, что в тот момент, когда я заполняла анкету, поступил звонок на пульт в ожоговый центр. Нужна была кровь для девочки четырех лет. Мы еще не успели заполнить анкету. И здесь следующий звонок о том, что кровь не нужна, девочка умерла. В тот момент душа у Юлии что-то перевернулась. Она вернулась в город и приняла решение стать донором, помогать людям жить. Женщина занимается этим благородным делом почти 10 лет. Ей немного осталось до звания почетного. На станции переливания крови Юлию встречают как доброго друга, как и всех остальных, кто решил присоединиться к делу спасения жизней. Но один момент заставляет задуматься. Средний возраст доноров сейчас 25-50 лет. Очень мало молодежи. Зная, что нет еще такого препарата, который заменил бы человеческую кровь, мы уверены, что наша молодежь обязательно подхватит знамя этого гуманизма и обязательно протянет руку любому человеку, нуждающемуся в помощи. То есть движение донорства в нашей стране будет продолжаться до того момента, когда ученые изобретут тот препарат, который сможет полностью изменить человеческую кровь. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей из Саров, 24.